С этими собачниками я совсем забыла сказать, что когда мне делали штукатурку, мне задержали на две недели работы, и, соответственно, последующие работы мне тоже задерживали, и сейчас тоже вот этот Бахтимир, он закончил, ну, начал, точнее, на неделю позже, якобы болел, то есть у меня ремонт растягивается на полгода. Да, это всё очень сложно, это всё очень тяжело, но вот ремонт, это как стихийное бедствие, поэтому у меня таких глобальных ремонтов черновой отделки никогда не было, то есть квартиры продаются в бетоне, квартиры продаются в бетоне, то есть это называется черновая отделка, у меня сейчас предчистовая отделка, это, получается, выведены все трубы, выведена электрика, отделана штукатуркой, вот, ну, можно ещё делать шпатлёвку, но, как бы, в принципе, это можно эконом-вариант использовать без шпатлёвки. Вот, и, соответственно, получается, так как задержка была штукатурки на две недели, задержка электрики, задержка сантехники, задержка сейчас вот плитки с потолком, это всё на самом деле время, и получается, ты переплачиваешь, например, за аренду квартиры, хорошо там, когда у тебя, допустим, есть где жить, у родителей, либо там второе жильё, а так получается, что ты переплачиваешь ещё и за аренду вдобавок. Это вот один из двориков зелёного квартала, вот, ну, кустики маленькие, и так как их подрезают, они большие не будут, но мне больше нравится, когда раскидистые кусты перед окнами, когда и тебя не видно, и солнце лишний раз в окна не лезет. Здесь есть детская спортивная площадки. Ну, вот утро. Меня удивляет, что вроде рабочий день, 9-10 утра, но народ ходит. У меня вообще складывается впечатление, здесь колясочные, кстати, вот видно, у меня складывается впечатление, что народ здесь не работает, потому что очень много машин припарковано, очень много, даже днём я ходила, окна открыты, то есть люди вряд ли уходят на работу, оставляют открытые окна. Ну и, соответственно, ты видишь, после обеда очень много выходит людей на улицу разного возраста, и с детьми, и без детей. То есть это всё наводит на такие мысли, что в основном здесь люди живут неработающе, я не знаю, на что они живут. Вроде и автобусы переполненные ездят, но при этом, как ни странно, да, очень много при этом машин. Вот кто-то тушёнку продаёт даже, представляете, сколько тут всего услуг разных. Ну, вроде бы зона тихая, спокойная, но дворы, они вроде закрыты, но при этом кто-то может открыть ворота и поехать погнать по двору. Так что всё-таки, конечно, со старым фондом эти дворы не сравнить. Ну, по ремонту я сказала. Здесь в зелёном квартале отделка от застройщика, но все, кто могут, кто имеет деньги и ресурсы внутренние, они эту застройку меняют, отделку точнее. Отделка считается чистовая, сантехника, я могу сказать, сразу вся разваливается. Ну, и как-то розетки по электрике, например, сделано вообще неудобно. В общем, люди стараются менять всё, что можно. Ну, в отзывах пишут, что протекают верхние этажи пятые. Я, в принципе, почему бы, наверное, веранду не взяла. Если с веранды течёт на четвёртый этаж, я бы тоже четвёртый этаж не взяла. Первый этаж, вы сами видите, очень низко окна. Заходи, кто хочет. Ну, и плюс шум, пыль. Почему ещё первый этаж, да, ну, разобьют, влезут, обворуют. Ну, и плюс это шум, это детские крики, это кто-нибудь, например, курит. Хотя здесь в подъездах нельзя курить, на сто процентов ты не угадаешь. Если это окна на улице, это газует машина тебе в окно. То есть я бы сама бы и рада на первом этаже жить, но вот есть определённые минусы. Ну, естественно, комаров, насекомых тоже на первых этажах всё равно больше. Вот, так что, да, собачники, меня тоже удивили, что собачники в 9-10 утра гуляют. Такое ощущение, будто никому на работу, на учёбу не надо. Удивительно. Вот, так-то красиво всё, уютно. Вот, поэтому ремонт у меня растянулся, и если в мае я покупала квартиру, летом я только начала этот ремонт, то есть полгода уже прошло, по сути, да, мае, июнь, июль, август, сентябрь. Пять месяцев, и мы даже не сильно приблизились к какой-то финальной части. Ну, наверное, шукатурка и санузел, это, наверное, самое, как мне говорят, дорогое, самое сложное. Вот. Но санузел ещё мы не скоро сделаем. То есть, ну, грубо говоря, ну, может быть, около половины ремонта сделано. Так что я, в принципе, рассчитывала эту квартиру на год, студию, да, ну, год или около того там. В Эстонии у меня квартира была, я сейчас не ошибаюсь, восемь или девять месяцев. Да, я в январе купила, в сентябре я продала. Ну, в Эстонии у меня, конечно, была очень шикарная квартира, и несмотря на то, что 27 квадратов, однокомнатная, она считалась, четырёхэтажный дом. У меня было три окна, и я не знаю, это либо такая была планировка, либо это сносили стенку, потому что я в Петербурге тоже вижу такие квартиры, вот как будто бы снесли стенку между кухней и комнатой. За счёт этого расширилась комната. Кухня получалась такой закуток направо, где-то метр на два, но деревянные подоконники широкие. На самом деле для одного человека очень даже достаточно. И очень так грамотно была кухня сделана, всё, естественно, в дереве, натуральные материалы, то есть я и сейчас делаю натуральные материалы, то есть никаких уродских навесных потолков пластиковых, никаких пластиковых полов, всё исключительно натуральное. И краска очень качественная, декурила, которая не даёт аллергических реакций, потому что очень часто, я ещё хочу обратить внимание, отделка, она вызывает онкологию. Мы потом удивляемся, почему у нас аллергия, у детей, у нас, почему мы болеем. Это всё строительные материалы. Мало того, что современные дома, они не дышат. Вот я сейчас была у матери в старом доме. Да, там пахнет из подвала, но я хочу обратить внимание, что у неё очень так свежо. То есть я пока сидела, ждала сантехника у неё, я замёрзла. У меня в квартире очень жарко, очень душно. Хотя у неё тоже однушка, однушка 25 квадратов. Да, такие есть однушки, маленькие кухни совсем. Ну, у меня тоже получается студия 25. И на самом деле у нас очень душно в зелёном квартале, очень жарко, а у матери очень прохладно. То есть и летом не жарко, и зимой будет не холодно. Я хочу обратить внимание, качество домов очень хорошее. Вот, поэтому натуральные материалы, они в отделке очень важны. Я вот сейчас то, что делаю в Верево, у меня только натуральные материалы. То есть, конечно, может быть, паркет дорогой я не смогу себе позволить, но я вот думаю, либо всё-таки доску, либо плитку, потому что я не вижу ничего плохого, если в комнате в полу тоже в плитке. Но пока мы до комнаты не дошли, ну, так как я говорю, у нас идут задержки. По идее, ремонт можно было сделать за месяц, но опять-таки нет всей суммы, денег сразу, потому что ещё идут разные кредиты, разные свои обстоятельства личные. Поэтому делаем поэтапно. И, естественно, мне нужно подтверждение, естественно, ипотеки. И чтобы продавать, и сразу в одной цепочке делать сделку, сразу что-то брать. Мы в своё время, когда покупали вторую комнату в коммуналке, там была, по-моему, цепочка из пяти квартир. То есть человек покупал отдельную квартиру, однокомнатную, те покупали двушку, те покупали трёшку, ну и, соответственно, те, кто трёшку продавали. По-моему, пять квартир было, да. Комната, однушка, двушка, трёшка. Я не знаю. И кто-то ещё, по-моему, был. Я сейчас уже не помню. Это давно было, 2007 год был. Поэтому, конечно, уже хотелось бы побыстрее заехать. Но вот срывают сроки мне. Сроки мне срывают. Может быть, это и к лучшему. Я могу, по крайней мере, понимать динамику цены. Каждый день смотрю, какие цены в Петербурге. Какая аренда, какая продажа, какие районы меня интересующиеся, за сколько я могу продать. Обязательно я отслеживаю всех конкурентов. То есть люди, которые мне в чате писали гадости, они не думают головой, они не отслеживают моменты, которые отслеживаю я. А я имею возможность каждый день видеть динамику. Вообще, что есть, что появляется, что продаётся. Как долго висит объявление, сколько у него просмотров. Плюс мне приходит рассылка на почту. То есть всю статистику по ценам я вижу очень наглядно. Поэтому, в принципе, я могу неспешно продавать, понимать, сколько мне нужно запрашивать под ипотеку, где покупать жильё. Поэтому, может быть, то, что вот эти задержки по ремонту на 2, на 3, на 4 недели, может быть, они все к лучшему.